GTA 5, GTA 5, GTA 5. Со всех сторон сейчас звучит только это. В такой ситуации, когда информация об игре льется изо всех щелей вместе с летсплеями сотен ютубовских обитателей, надо ли хоть что-то говорить о новом творении Rockstar? Все уже по косточкам разобрали и показали каждый квадратный метр Лос-Антовской площади. И если начать рассказывать про все то, что есть в пятой части, то на это одного обзора не хватит. Ну или он получится очень уж длинным. Хотя по факту все прекрасно знают, что такое GTA. Бегаем, стреляем, воруем тачки, лодки, самолет и взрываем все вокруг. Им пофиг на сюжеты, на задания, на дополнительные виды деятельности, дайте только поставить модели отечественных машин в нее и больше ничего не надо. Однако к четвертой части Rockstar решили уменьшить дозу безумия и добавили реализма, что получилось весьма неоднозначно. Было очень мало по-настоящему запоминающихся миссий и каких-то сюжетных моментов. Но в четверку все играли, потому что тогда это была настоящая Next Gen GTA, с красивыми взрывами, эйфорией, продвинутой физикой машин и русским акцентом. На этот же раз подобное уже не поразит привередливых геймеров. В такой ситуации было принято правильное решение – вернуть в GTA сумасшествие, безумие и масштабность. Все уже прекрасно знают, что играть придется сразу за трех персонажей, произвольно переключаясь между ними как по своему желанию, так и по необходимости прямо во время задания. Тем самым меняя стиль игры. Не потому, что у каждого из героев по-своему прокачаны характеристики, но и потому, что настрой самих миссий кардинально отличается. Майкл постоянно решает свои собственные семейные проблемы, Тревор же, в свою очередь, желает лишь расширить свой бизнес и срубить большой куш, даже если придется перебить несколько десятков человек. А Франклин… ну, он так, занимается всякой ниггерской движухой. Однако в особо напряженные моменты трио объединяется и уже совместными усилиями пытается достичь желаемого. В основном, конечно, ради так называемых ограблений, тщательно спланированных этапов, где бандюки обчищают какой-нибудь сельский банк или ювелирный магазин. Подобным налетом предшествует фаза тщательной подготовки, во время которой необходимо раздобыть все нужные для дела вещи, будь то хоть банальная маска на лицо, хоть особо охраняемый военный вертолет. Кроме того, придется набрать себе команду из нескольких ноунеймов, которые бы занимались всякими дополнительными, однако весьма важными задачами. С плохим хакером сигнализацию надолго не отключишь, а неопытный водила вполне может забыть маршрут отступления. К тому же, чем скилловий такой вот наемник, тем большую долю от выручки он затребует, поэтому стоит тщательно выбирать, на чем экономить, а на чем нет. Однако не все так гладко в этих ограблениях. Прежде всего, на выбор вам дают максимум два варианта прохождения, а иногда вообще лишь один. И каждый раз при перезапуске все проходится по тому же самому сценарию. Лишь выбор разных людей может слегка сменить некоторые моменты, но не то чтобы кардинально. Все те, кто предрекал, что GTA 5 заткнет за пояс Payday в плане кражи денег, оказались не совсем правы. Здесь все строго линейно, без обходных путей, меняющейся планировки и, разумеется, без коопа. За последним, наверное, можно будет наведываться в GTA Online, но оно еще не вышло, поэтому оставим в покое. Но вот что еще хочется сказать по этому поводу. Подобных налетов в игре просто мало. Всего штук 6, наверное. И абсолютно непонятно, как при этом прокачивать тех самых ноунеймов, которые повышают свои скиллы только после выполнения очередного грабежа. А поскольку их так мало, то довести характеристики какого-нибудь вольного стрелка до максимума можно только к самой последней миссии. Посему не думаю, что это особо важная фишка. Однако подобные новшества никоим образом не заменяют обычные задания. И они, наконец, вновь вернулись в русло эпичности и оригинальности, а не простые «привези», «донеси», «убей», как было в четвертой части. Да и дает их теперь не какой-нибудь левый человек, которого герой просто подвез до дома, и вдруг оказалось, что это известный мафиози, у него есть куча самоубийственных миссий для Нико. Все очень грамотно вплетено в общую канву, а мотивация героев не высосана из пальцев и обусловлена сложившимися обстоятельствами. Экшеновая же часть практически не поменялась. Однако чисто по ощущениям, бивают теперь гораздо быстрее. Но эйфория по-прежнему радует глаз, поэтому умирающие враги будут очень реалистично валяться в лужи своей крови. Конечно, без дополнительных фишек не обошлось. Тут вам и бензиновые дорожки, которые можно поджечь, и заклинивающие колеса у машин, и спецспособности героев. Да-да, помимо характеристик, у каждого из трех действующих лиц есть своя магическая особенность. Франклин умеет концентрироваться во время езды и аккуратно объезжать препятствия на дороге. Майкл сам чертовски похож на Макса Пейна, так еще и своровал у него Буллет Тайм. Ну а Тревор, сумасшедший рэгнэк, включает ярость, и мало того, что стреляет как бешеный, так еще и урона получает так мало, что даже из самых смертельных ситуаций может выйти без единой царапины. Но в тот момент, когда сюжет будет закончен, останется еще целый огромный мир для исследования. Масштабы карты действительно поражают. Она больше, чем была когда-либо до этого, но опять-таки это известно, наверное, уже всем. И она не пустынна, как в большинстве опенворлд игр. Заняться тут есть чем. Есть побочные миссии знакомых и не очень людей, где происходит не относящаяся к основному действу движуха. Они, конечно, попроще в плане заданий, но совсем уж необязательными их назвать сложно. Как вам, например, курение особо убойной конопли с последующим расстрелом пришельцев из минигана. А еще есть случайные ивенты, которые игрок может встретить просто по дороге куда-нибудь. Это совсем уж мелкие задачки в духе «Помоги ограбленной женщине вернуть свою сумку» или же «Грабани фургон инкассатора». Это я уже молчу про теннисы, гольфы, гонки на квадроциклах, покупку недвижимости, прокачку тачек и стволов, невероятных размеров внутриигровой интернет со своими твиттерами и фейсбуками, еще кучу всякого разного. Перечислять все эти виды активности нет уж никакого желания. Не потому, что они сделаны абы как, а потому, что их банально очень много. Даже просто бегать и исследовать мир в свое удовольствие невероятно интересно. К тому же заигрывание с опенворлдом и всеми его фишками может сгенерировать такие потрясающие сценки, что нарочно не придумаешь. А все потому, что Рокстары не экономили на внутриигровых мелочах и старались впихнуть геймплей в те места, где без него можно было бы спокойно обойтись. Ну и разумеется, никто не запрещает, как и в былые времена, просто устраивать большой замес на улицах без какой-либо финальной цели. Додумается мне, чего лишний раз разглагольствовать про GTA. Все уже говорено-переговорено. Еще в момент анонса было ясно, что выйдет продукт высшего качества. Так и случилось. Когда в далеком 97-м году я впервые включал великого автоугонщика, было сложно подумать, что через несколько лет релиз очередной части будет вызывать такой хайп у всех обитателей интернета. Да что там интернета, даже мои родители на меднях спросили, как мне GTA 5. А это люди, которые далеки от индустрии настолько, что для них лучшая игра всех времен это пасьянц-паук. Поэтому тот, кто считает себя настоящим ценителем игр, просто обязан попробовать пятую GTA. Потому что это игра-событие, которая прогремела не только в нашей отдельной игровой индустрии, но и вышла за ее пределы настолько далеко, что, как всем уже известно, гребет бабло быстрее, чем любой из голливудских блокбастеров. И стоит дороже почти всех из них. Это не значит, что она лишена минусов. Нет, как и в любой другой игре, в ней есть свои недостатки. Но они настолько мелкие, что просто теряются на фоне всего остального. Редактор субтитров А.Семкин